Сразу после совещания с Владимиром Уйбой Сергей Морозов вместе с Кабмином, представителями Димитровградской администрации и депутатами Городской Думы обсудили первостепенные задачи, стоящие перед городом. Начали ожидаемо с медицинского сектора. Губернатор подготовил письма на имя Дмитрия Медведева и Татьяны Голиковой с просьбой максимально быстро осмотреть вопрос о возможном включении объектов ФМБА России в нацпроект здравоохранения. Мы раскладываем весь национальный проект и все отделения, все бывшие центрально-районные больницы города Димитровграда, ДАЗ, поликлиники, ну то есть все-все-все, что осталось в памятью людей, как структурные подразделения, должны быть прописаны, как они, каким образом могли бы войти в национальный проект. Для будущих пациентов и будущих сотрудников центра нужна развитая социальная сфера. И начинается она, как ни трудно догадаться, со строительной отрасли. Федеральное правительство готово в ближайшие недели направить в город полтора миллиарда рублей на финансирование жилого сектора, объектов образования и культуры. Активность и принципиальную настойчивость здесь должны проявить городские власти. Но пока стройку город-атомщиков проваливает за два месяца, выросли темпы сдачи жилья в регионе везде, кроме Димитровграда. Нужно четко знать, кто готов браться за поставленные задачи и отвечать за результат. Региональный Минобор свою зону ответственности знает и контролирует. Мы проанализировали ситуацию со второй сменой в городе Димитровграде. И выяснилось, что процент в городе Димитровграде достаточно высокий. Если в целом по региону 4% обучающихся во вторую смену, то в городе Димитровграде 22%. Соответственно, построив эту школу, мы сможем обеспечить тех специалистов, которые приедут работать в центр с детьми. Это первая задача, и вторая естественная задача. Мы уйдем от второй смены. До 1 июня региональному правительству поручено представить программу развития Димитровграда в качестве промышленно-научного центра и собрать предложения по финансовому обеспечению всех предстоящих мероприятий. Мы договорились провести эксперимент. Все, что заработает в этом году в качестве прибыли института атомных реакторов, будет 100% расставлено в Димитровграде. Деньги есть. Федеральные, региональные, теперь и городские. Главная задача, считает председатель Кабмина, координация всех уровней власти. Сегодня понятно, что делать, когда и как. Нужно контролировать. Мы надеемся, что это будет скоординировано с действиями администрации города. И, в общем-то, мы сможем найти софинансирование, соответствующее решение в бюджете города Димитровграда и соответствующих организационных моментов. Конструктивные предложения, распределение зоны ответственности и достаточное финансирование депутаты Димитровградской городдумы поддержали региональное правительство. Те направления, по которым отчитывались министры, и если их воплотить в жизнь, то есть, если собраться всем вместе и региональной власти, и городской власти, значит, я думаю, люди будут довольны.